Продолжение следует... Как меняется мир, как он изменился за 20 лет. Вот летают самолеты на солнечных батареях. Просто вспомните свою жизнь и подумайте, что было 20 лет назад. Вы не узнаете ни себя, ни свое прошлое, свой быт, устройство своей жизни, даже свою квартиру. И при этом школьное образование все остается таким же, как оно было. Вот это обычный типовой школьный класс. Недавно я была в своей школе. Все, что там изменилось за 15 лет, покрасили стены. Двери, повесили жалюзи. Больше, по сути, не изменилось ничего. А в это время в мире происходит настоящая образовательная революция. И в основе этой революции понятие Big Data — это большие данные, те же самые большие данные, которые уже изменили вашу жизнь. Когда вы получаете персонализированную ленту в Фейсбуке, рекомендации интересных книг или музыки, которую читают ваши друзья, персонализированные выводы в поиске Яндекса. И посмотрим, как это все относится к обыкновенным школьным учебникам, потому что они все еще продолжают быть книгами. И как они приблизительно инвестируются. Вот берется обычный учебник, выбирается какие-то что-то школ. Учебник заводится в начале года, потом, может быть, что-то меряет, может быть, что-то нет. В конце года собирается комиссия из авторитетных людей из разных институтов и говорит, хорошо или плохо. И если хорошо, то, например, может поставить какой-то штамп типа вот такого, что этот учебник вводен, эффективен, помогает учиться, но при этом, по сути, они не померили ничего. То есть цифр практически никаких нет, никаких метрик не было. Неизвестно о том, насколько он на самом деле помог или не помог детям лучше освоить какую-то тему. За это же самое время появился в мире такой самый лучший и невероятный стартап Newton, который придумал необыкновенный алгоритм, который они держат в секрете, который позволяет давать максимально персонализированное обучение. Что они сделали? Они договорились с крупнейшими уровни издательствами, собрали огромное количество образовательного контента и придумали около 140 тегов или метрик, которые описывают взаимодействие ученика с этим контентом. Таким образом, они теперь знают, в каких случаях ученик на самом деле понимает или не понимает контент, ну и попробуйте представить себе, сколько метод вы могли бы придумать. А потом попробуйте довести число до 140 и представьте, насколько можно глубоко понять и оценить то, как ученик взаимодействует с содержанием. И все это позволило давать максимально адаптивное, индивидуализированное образование, создавать индивидуальные траектории для каждого ученика. Так что он теперь получает такое образование, настолько созданное специально для него, как никогда в жизни. Кроме того, ученик теперь находится, ну не один взаимодействует с этим содержанием в электронной форме, там есть еще миллионы других учеников, или тысячи, по крайней мере, про которых Нюклин тоже много чего знает. Он сравнивает разных учеников и находит, ну условно, твоего клона, который учится примерно так же, как ты, у него такие же есть образовательные какие-то паттерны, он также хорошо запоминает информацию, и он сравнивает этих людей и рекомендует лучшую образовательную траекторию. И все эти технологии позволили 200 школам в США полностью сломать существующую систему обучения, в которой есть классы и уроки, и перейти к так называемой модели смешанного обучения, когда компьютер позволяет сделать то, что у него получается лучше всего, например, тестировать, рисовать, науствовать, позволяет ученику увидеть, как ты самых лучших преподавателей в мире, записанных заранее, а учители, наоборот, дают возможность давать персональные рекомендации, уделять больше времени каждому ученику. Выглядит это приблизительно так, каждый день утром каждый ученик получает свой собственный плейлист, в котором написано, чем он сегодня занимается, когда он будет заниматься на симуляторах, когда играть в игры, когда заниматься в лаборатории. Учитель получает примерно такой же плейлист, в котором написано дело, у какого ученика есть проблемы, в какой конкретной теме, что конкретно ему нужно сделать, потому что каждый ученик может переходить из класса в класс, и от темы к темы буквально в течение недели. То есть классов вообще и уроков отдельных больше не существует. Эти школы стали одними из самых лучших в США, при том, что около 70% учеников в этих школах не говорили на английском, потому что английский был не их родным языком. И очень интересно об этом говорить относительно ЕГЭ, потому что, например, в этом году 20% школьников в России не смогли набрать минимальные баллы по русскому языку, и это стало огромным сюрпризом для всего государства, при том, что большие данные позволяют собирать информацию о том, как ребенок учится в течение всего срок обучения на каждом уроке и по каждому крошечному маленькому биту информации, и таким образом помогать им справиться с этими сложностями. Плюс, когда говорят о компьютерах в обучении, часто себе представляют, что компьютеры способны только на тесты. А это совсем не так, потому что есть такой канадский, монреальский институт ATC 21, который занимается исследованием того, как компьютеры, алгоритмы могут измерять, например, то, как мы умеем совместно решать всякие задачи, типа таких, какими занимаются обычно в офисах, на работе люди. Ну, обычный пример такого задания — это, например, у меня есть информация о том, какие шоколадки наиболее популярны в моей стране, а у тебя, то есть у другого ученика на другом компьютере в другой стране есть в задаче условия о том, как он может управлять сортами кофе, которые растут у него на плантациях. А вместе мы можем сделать самые популярные, любимые шоколадки, самые вкусные во всем мире. А алгоритм при этом может автоматически сам, без участия человека, по нашему разговору понять, насколько каждый из нас участвовал в решении задачи и насколько наше решение было неочевидным. Мы просто перебрали варианты или мы, на самом деле, предложили какое-то необычное креативное решение творческое и какой вклад каждый из нас внес в это решение. Если вам кажется, что все эти вещи, о которых я сейчас говорю, какие-то фантастические и это просто какое-то будущее, то пойдите в свои школы, расскажите им об этом, а еще лучше напишите алгоритм какой-нибудь, который позволит тем, кто сейчас учится в школе, получить более качественное и лучшее образование и просто получить больше удовольствия от учебы. Мы как раз один такой делаем сейчас. Спасибо.